Сергей недавно вернулся из армии. Парень отдал долг родине и летом перед устройством на работу решил отдохнуть у себя дома. Как же в деревне было хорошо. Сергей очень любил местную природу. Благодать, по-другому и не опишешь. Он любил сидеть на ступеньках дома и смотреть на уходящее солнце в закат. И мечтал, думал о будущем. Что там его ждет? Какая судьба? Целая жизнь впереди. Проснувшись утром, Сергей обнял маму и улыбнулся. Мамуля, где мои удочки? Мне, представляешь, даже в армии снилось, что я хожу к нам на речку и ловлю рыбу. Ну конечно, рассмеялась Татьяна, а рыбе снилось, когда же ты придешь. А ну-ка, сколько времени она тебя не видела. Соскучилась, поди. Иди уже в сарай твои удочки. Дед их прибрал. Что-то там менял, леску распутал. Только долго на реке не засиживайся. У меня уже тесто подошло. Я скоро пирожки начну жарить. Твои любимые с яйцом и луком. А еще беляшки с мясом. Мамуль, ты у меня волшебница. Тебя бы с твоими пирожками да к нам в часть. Вот уж на руках бы носили тебя солдаты. Нет, мне уж столько не прокормить. Старая становлюсь, силы уже не те. А теперь и ты в город уедешь. Останемся мы тут с дедом вдвоем. Да ты не волнуйся, я как обустроюсь, вас заберу. Просто Васек, дружок армейский, обещал помочь. Там у него отец бизнесмен, ждал, когда Василий из армии вернется. Теперь отделяет ему часть бизнеса. Вот Вася и хочет, чтобы я ему для начала помогал. А там оба раскрутимся, глядишь, и у меня что-нибудь залазится. Не все ждут в деревне сидеть. Да ты прав, сынок. Конечно, поезжай. А мне будешь внуков привозить. Дед деревню не бросит, а я деда тоже не смогу бросить. Вот такой замкнутый круг. Ладно, сыночек, иди, а я пирожками займусь. Сергей пришел на свое любимое место и долго не закидывал удочки. Сидел просто глядя на воду. Только сейчас он стал понимать, что давно превратился во взрослого мужчину. И проблемы теперь будут тоже только взрослые. Он ни за что не бросит мать и деда, будет всегда приезжать и помогать им, а если потребуется, заберет к себе и не станет слушать никаких возражений. Разве он мог по-другому относиться к ним, после того, как они вырастили его, заботились, старались, чтобы у него было все. И сам он выглядел не хуже, чем другие. Сергей встал, потянулся, встряхнул головой и вдруг услышал крик девушки. Парень осторожно замер, но только на какую-то долю секунды, а потом метнулся на помощь утопающей. В два счета Сергей преодолел расстояние между собой и несчастной девушкой. Она уже совсем скрылась под водой, и ему пришлось два раза нырять, чтобы отыскать ее, а потом, борясь с течением, тащить на берег. И только там, на песке, Сергей с удивлением узнал в спасенной девушке свою соседку Настю. Она успела нахлебаться воды, и парень машинально сделал все, чтобы она задышала. Когда Настя пришла в себя, не сразу поняла, что произошло, а потом вдруг расплакалась от испуга и чего-то еще, непонятного Сергею. «Мне плохо», – прошептала она. «Тошнит. Значит, еще не вся вода вышла. Но теперь ты уже сама. Раздышишь и говоришь, значит, тебе уже ничто не угрожает». Они посидели еще немного, причем оба молчали. Настя заговорила первое. «Спасибо тебе, Сережа. Ты меня спас. Если бы не ты, меня не скоро бы нашли. Может быть, через пару дней там внизу по течению. К счастью, этого не случилось. Знаешь, вот что странно. Я сейчас сидела и думала. Я из армии вернулся уже неделю назад. Но именно сегодня меня просто тянуло на реку. И именно в этот час. Я и удочки взял, только закидывать не стал. Хотелось просто сидеть и смотреть на воду. А ты зачем купаться полезла? Сезон еще не открыт. А я не купаться». Настя вздохнула и вдруг взглянула на него огромными серыми глазами. «Я утопиться хотела». «Да ты что, с ума сошла?» – воскликнул Сергей и вскочил на ноги. «Тебе сколько лет? Что ты решила жизнью проститься? Недавно 18 исполнилось. Дело не в этом. Понимаешь, меня все равно мать убьет. Я наш дом опозорила. Бабушка с дедом вообще не поймут. Они люди старой закалки. А когда отец из рейса вернется, вообще страшно представить, что он со мной сделает. Да что произошло-то? Можешь толком объяснить? Беременная я. От Игната Полякова. Он за мной долго бегал, подарками одаривал. Я глупая и не устояла. А потом стала догадываться, что забеременела. Пришла к нему, а он меня на смех поднял. Сказал, что уезжает на днях из этих мест навсегда. Вот так-то, Сережа. Поляков, значит. Этого Игната Сергей хорошо знал. Он был сыном местных фермеров. Жил всегда в достатке, людей не уважал. Может быть поэтому никогда не имел друзей. Он учился на пару классов старше Сергея. И тот помнил, с каким наглым выражением лица Игнат ходил по школе. Учился он плохо. Но учителя были вынуждены вытягивать его, завышать оценки и доказывать всем, что Игнат – очень способный ученик. А он этим пользовался. И чувствовал себя абсолютно безнаказанным. Однажды Сергей шел к стадиону и только повернул за школу, как увидел Игната, грозно стоявшего над каким-то пареньком. Сергей узнал его, это был семиклассник, мальчишка из бедной семьи. Как стало известно Сергею позднее, Алеша повесил свою куртку рядом с курткой Игната. Тот поднял крик, что его дорогая куртка испачкалась об Алешкино тряпье, и Игнат потребовал, чтобы Алеша с ним вышел для серьезного разговора. Разговаривать он не стал и сразу замахнулся на несчастного паренька. Но Сергей перехватил его руку и тут же без особых разговоров врезал Игнату. Завязалась драка. Но что мог сделать изнеженный неповоротливый Игнат против мускулистого и шустрого Сережи? Драка закончилась для Игната плачевно. Разбитая губа, синяк на оба глаза, другие ушибы. Долгое разбирательство взрослых привело к тому, что Сергея едва не выгнали из школы. Но родительские комитеты и все старшеклассники вступили за него, даже те, кто учились в одном классе, с Игнатом. Конфликт замяли. Но с тех пор Сергей и Игнат стали врагами. Поэтому он поморщился, когда узнал, что именно Игнат стал первым мужчиной Насте. Тебе что, женихов было мало? Такая девка красивая, нашла с кем связываться. Вместо ответа Настя всхлипнула. Ладно, нечего тут мокроту разводить. Пойдем ко мне. Там мама пирожки печет. Чайку выпьем, как раз в себя придешь. А я сам к твоей матери схожу и поговорю с ней. Наталья, мать Насти, только руками всплеснула, когда услышала рассказ Сергея. Господи, вот дурочка то. Да что же я зверь какой, что она меня так боится. Спасибо, что спас мою доченьку. Ой, глупая, глупая, что она творила. Ну родит, вырастим, вынинчаем. Куда ж деваться-то теперь? Идите к нам, тетя Наташа. Она там сейчас с мамой. Успокойте ее, она очень испугалась. А ты не пойдешь? Сейчас приду. Только одно дело решу. Скажите маме, пусть свежий чайник поставят. Сергей пришел домой только через полчаса. Женщины сидели за столом и спокойно разговаривали. Ну где ты был так долго? Мы тебя ждали. Игнат и навестил. Спокойно ответил парень, потирая разбитые кулаки. Он передавал тебе свои извинения, Настя. Но сам прийти не может ему неловко приходить в таком виде. Да еще и пару зубов вставить надо. Сережа, ну зачем ты? Ахнула мама. Ничего, мама, это ему так на память, а то уж очень много он из себя возомнил, бугай колхозный. Так ему и надо, проговорила Настя. А мы с мамой решили уехать, не хотим, чтобы тут все знали про то, что случилось. Да, я обниму тебя, Сережка, произнесла мама Насти. Страшно подумать, от какой беды ты спас нашу семью. А можно я тоже тебя обниму? Спросила Настя, подходя к парню. Ну если в жизни больше глупостей не будешь делать, засмеялся он, тогда можно. И тут же сам крепко обнял девушку. Прошло 10 лет. Сергей, взрослый состоявшийся мужчина, еще несколько дней назад успешный бизнесмен, теперь сидел в баре, заливая свое горе крепкими напитками. Ему было от чего запить. Жена, с которой он прожил 4 года, изменила ему, к тому же прибрав к рукам весь его бизнес. Сергей сам был виноват, слишком он доверял ей. Но разве можно было его в этом обвинить? Они были женаты, и он любил Альбину, тем более, что сам вытащил ее из грязи. Как-то Сережа приехал в командировку в небольшой городок и, прогуливаясь там вечером, увидел плачущую девушку. Она сидела в парке на скамье и рыдала, не обращая внимания на прохожих. Не смог пройти мимо. Подошел и спросил, что случилось. Альбина рассказала, что поссорилась с женихом, застала его с другой девушкой. А теперь мне некуда идти, говорила она. Я приезжаю в этом городе, никого не знаю. Сергей пожалел Альбину и пригласил ее к себе. Несколько дней она прожила вместе с ним в гостинице. Все это время он вел себя как джентльмен и даже сменил одноместный номер на двухместный, чтобы не причинить девушке неудобств. Однажды ночью она сама к нему пришла. И он, конечно же, не устоял. Зато и вопрос о судьбе Альбины отпал сам собой. Она уехала вместе с ним и вскоре стала его женой. Долгие четыре года Сергей не замечал, что происходит за его спиной. И вот теперь получил удар. Расстравляя воспоминаниями душу, он выпил очередную порцию коньяка и стукнул пустым стаканом остойку, обращаясь к бармену. Повтори. Может вам лучше немного освежиться? Да? Ну, пожалуй, ты прав. Но я сейчас вернусь. Сергей встал и тут же увидел, как потолок и стены поплыли перед его глазами. Чьи-то руки подхватили его, и, проваливаясь в какую-то яму, он услышал приятный женский голос. Ребята, скорее помогите отвезти его ко мне домой. Разбудил Сергея солнечный луч, скользнувший по его лицу. Он сел и осмотрелся. Квартира была ему незнакома. Интересно, где это я? Спросил он, обращаясь к самому себе. У меня. Послышался уже знакомый голос. Сергей повернулся и ехнул от изумления. Настя? Не может быть ты ли это? Я, конечно, я. Узнал? Смеясь, ответила она. Ну ты вчера и набрался. Мои парни чуть не надорвались, пока тебя донесли. Сергей смотрел на нее, ничего не понимая. И она пояснила. Сережа, это мой бар. Я правда пришла поздно и увидела тебя, когда ты был уже изрядно пьян, вот и попросила своих охранников, чтобы они помогли мне привезти тебя сюда. Ну откуда? Ты разбогатела? Можно сказать и так. Я ведь родила тогда дочку. Аленка уже большая и на лето уехала к моей маме. У нее тут в пригороде хорошенький домик. Бабушка без ума от внучки. А я была замужем, но только не очень удачно. Думала, что встретила настоящую любовь, но ошиблась. Когда-то на свадьбу муж сделал мне подарок. Купил мне очень успешный бар. По дешевке взял и подарил мне. После развода он мне и остался. Знаешь, я много сил вложила в него. И теперь он один из лучших в городе. Вот и вся моя коротенькая жизнь. А теперь ты расскажи, почему напиваешься в гордом одиночестве. Сергей усмехнулся. Мой рассказ тоже не будет долгим. Ничего особенного в жизни не происходило. Женился, развелся. Жена обдурила, я лопух. Ну как-то так. Поэтому и заливал вчера свое маленькое горе. Не говори так, Сережа. Горе – это когда близких теряют навсегда. А это у тебя маленькое недоразумение. И все это реально быстро поправить. Кофе будешь? Мне вчера с Бразилией шикарную партию привезли. Вкус невероятный. Настя, ну ты даешь. Такая стала красивая и модная. Сергей удивленно смотрел на Настю, а она ему в ответ мило улыбалась. Прошло три месяца. Встретившись случайно, Настя и Сережа уже не расставались. Настя помогла поверить ему в себя и предложила помогать ей в управлении баром. Сергей согласился. Он был очень благодарен девушке за то, что она для него сделала. Однажды вечером Сергею позвонили. Он поднял трубку и внимательно выслушал собеседника. А потом долго что-то с ним обсуждал. Что-то случилось? Поинтересовалась Настя. Это звонил бухгалтер с моей фирмы. Альбина подставила его, повесила на него невыплаченные налоги и уволила. Теперь он хочет справедливости. Как ты понимаешь, я не упущу такого шанса. Понимаю, засмеялась Настя. Только не делай ничего противозаконного. Мне нельзя волноваться. Настя? Да, милая, я беременна. Имей в виду, что вскоре тебе придется увести не только свой, но и мой бизнес. Потянешь? Улыбаясь, Настя слегка ущипнула Сергея за кончик носа. Девочка моя, да все что угодно. Я тебя так люблю. Я тоже тебя люблю, мой спаситель. План Сергея удался. Уже через полгода он вернул свой бизнес. Ты что натворил, подлец? Кричала на него Альбина, встретившись с ним в офисе компании. Вернул тебя туда, откуда ты пришла, дорогая. В нищету. А теперь не задерживай меня. Быстро собирай свои манатки, и чтобы я тебя тут больше не видел. Я спешу. Моя жена в роддоме, и я не собираюсь из-за тебя пропускать рождение своего сына. В это время в кабинет зашла Алена. Папа, ну ты скоро? Мама ждет, она только что звонила. Да, дочка, иду. Сергей взял Алену за руку и указал Альбине на дверь. Та вышла с недоумением, разглядывая девочку. Но ни Сергея, ни Алену это не волновало. Они торопились к той женщине, которую очень любили. Субтитры сделал DimaTorzok